Праздничный перезвон на улице Мичурина звучит особенно торжественно. Сегодня здесь престольный праздник – Рождество Богородицы, событие, с которого началась история Нового Завета. Сведения о нем Православная Церковь взяла из священного предания. На рубеже эпохи у бездетных родителей родилась дочь, которой было суждено стать матерью воплотившегося Бога. В современном календаре это один из 12 главных праздников. Царица Небесная сыграла огромную, смиренную роль пришествия в мир Бога и Спасителя. Ибо она восприняла на себя сей раба Господний. Да будет мне по глаголу Твоему, и как она это сказала, с чувством глубокого смирения и самоотдачи на служение Богу, людям прежде всего. По традиции в престольный праздник совершается крестный ход. Сегодня в храм Рождества Богородицы пришли сотни верующих со всей Самары. А в церковном дворе национальные диаспоры и культурные общины приготовили угощения и праздничный концерт. И туман над рекой растилается, Айда, чего же любовь не... Ансамбль уральских казаков приехал специально на праздник в Самару из Уральска. Это в Казахстане. С собой привезли свои традиционные угощения, пироги с судаком, блины с черной крой и русские народные песни. Говорят, что у них на родине, что казаки, что казахи, праздники отмечают все вместе. Наш ансамбль вообще-то принадлежит, или как мы, ассамблее народов Казахстана. Вот, под руководством Назарбаева нашего президента. Мы вот, небольшая группа, решили отпраздновать с россиянами День Богородицы. И даже хмурая погода не испортила праздничного настроения. Все-таки по церковному календарю. Всего неделю назад христиане встречали Новый год, как это было в Допетровской России. И сегодня годовой круг церковных праздников начинается с 14 сентября. По православной традиции сейчас время новогодних торжеств. И Рождество Богородицы – первый великий праздник годового богослужебного цикла. Считается, что в это время осень полностью вступает в свои права и завершает собавье лето, которого, увы, в этом году мы так и не дождались. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.